Всем доброго времени суток, друзья, с вами Макс Нафт, и это 113-я часть нашего с вами прохождения сталкер-мода, объединённый пак 2.1 на сложности реализм. И мы с вами пришли в деревню новичков на картон, чтобы отдать Сидорчу его уж не ящик, ящик, который нам передал Сяк на радаре. И давайте посмотрим, что же нам даст Сидорч взамен. А, он нам должен дать инструменты. Так, 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 привет, Сидорч, ты сидишь, рожу нажрал. Сяк тебе артефакты рядки прислал, не знаю какой, в ящике запечатан, просит инструменты ему закинуть всякого, закупить всякого. Ну всё, металлический ящик он нам дал. Да, он как раз вовремя. Так, а что у тебя есть на продажу? Как всегда, всякий мусор. Вот действительно, кто консервных банок нас собирал, так это Сидорч. Металлический ящик 17 килограмм. Да вы что, прикалываетесь? Да, в одну сторону я тащил фигню в 12 килограмм, а теперь тащу в 17 килограмм. Ну да, ладно, и мы с вами переходим на армейские склады, кости и расскажем ему о том, что мы с Варгом завершили квест и ликвидировали предателя какого-то. Я не знаю, Костя придумал какого-то предателя, что-то там какая-то история, я так и не понял вообще сути этого квеста. Ну я просто пошел обои выполнил, вот и все. Так, пора ставить точку в нашей истории. Добро победило зло, и жили все долго и счастливо. Это смахивает на сказку, в жизни таких концовок не бывает, но в этой истории конец действительно счастливый. Благодаря тебе Варг хвалебно отозвался о тебе, а он не всякого удостоил от такой чести. Надо же, нас сам Варг с вами похвалил. Какая честь для Меченого, надо же. И нам дали за то, что мы сделали такое дело, СВД Тигр. Пурка так себе. 52 тысячи она стоит. Она под патрон 7,92. Ну знаете, для ружья такой патрон есть. Вот. И этот прицел, он не увеличивается и не уменьшается, к сожалению. Хотя хотелось бы, чтобы такой был. Вот это было бы действительно круто, но... Это... Нет, подождите. По-моему, ОСП-3 прицел, он увелич... А, нет, это на СВУ прицел отдаляется и увеличивается. Ну да ладно. И мы с вами направляемся в поисках тайника Кости на радаре. На радар мы с вами отправились. И здесь где-то в описании нам Костя рассказал, что тайник находится где-то здесь. Вот он тайник среди камней. Я не знаю, как у вас, но, как вы знаете, место всегда рандомное. Может, мне просто повезло. И я нашел этот тайник. И нас телепортировало куча тупых зомби. Также мы с вами здесь получаем достижения. Можем получить. Сейчас я его получу. Так, так, так. Надо выбрать цели. Так. Видите, на РКГ осталось мало патронов. Давайте пальнем по самому, по самой толпе уродов. Так. Где же там эти твари ладят? Так. Я промазал, что ли? Так. Походу. Вон он, контролер. Значит, он там. Я вроде попал в цель. А... Видимо, как-то косо, да? Значит, их не берет так РПГ сильно. Этих монстров. Но все же большая часть их подыхает. Подыхает. Там, короче, куча контролеров. Вон они пусуются. Так. Давай же. О! И мы с вами получили новое достижение. Мозговед. Давайте же прочитаем описание за него. Так. Где там? А, ну вы даете убить больше ста контролеров. Весомый аргумент. Так можно и самому стать главным контролером. Только просьба. Убейте контролера в автобусе или троллейбусе. Не убивайте их. Они не виноваты. Да. Ну, я вообще-то так не делаю. Я осознаю, что это игра и так далее. Итак, мы с вами перенесли всяку. Забирай свой мусор, который весит 17 килограмм. Свои инструменты. Ладно. Забирай свой ящик. Так. Он нам дал коды к дверям. Код и костюм Терекса. Плюс он нам дал способ преобразования. Души из воронки. Что-то такое. Костюм Терекса. Может таскать 110 килограмм. Плюс мы при этом костюме можем доставать оружие. Но у него такие характеристики, знаете, как у кожаной куртки. Короче, вот такой вот отстойный костюм. Но, в принципе, видите, у нас есть крутые артефакты. И я думаю, на пяливых их можно все это компенсировать. Можно сделать половинную защиту Терекса костюма. Короче, этот костюм кто-то продал кому-то там через... Ну, короче, попал он к всяку. Там продали его, перепродали. Сталкер, который продавал, исчез. Короче, не запаривайся. И мы с вами переходим к кодовой двери. Код, который мы с вами получили. Так, а какой код? Я что-то забыл. Так, где же он? 128, 79, 75. 128, 79, 75. Фик. И дверца открыта. Сяк нам рассказывал, что это бывший ход в Х-10. Но из-за того, что произошел выброс... Какие сделки? Из-за того, что произошел выброс, шлюз заклинило. И этот ход стали использовать просто как тайник. И он нам дал ход. Он говорит, можешь здесь гасить что-нибудь такое. Ну, тайники делать и все такое. Но мне что-то здесь ничего неохота сделать. У меня есть тайники. И они находятся на баре. Так. И тут еще три аптечки валяются. Ну и все. Больше здесь ничего нету, походу. И мы с вами отправляемся на... ...базу бандитов. В темной долине. Чтобы поговорить с Боровым. Боров нас с вами... ...нас доцент отправил к Борову, чтобы внести залог за чувака, короче. Отдать 25 тысяч и так далее. Там какие-то у них терки с доцентом, короче. С каким-то человеком и так далее. Куча текста, просто куча информации в борьбе. Поэтому все это пересказывать. Ну, это вообще... Так, отключим радио и побазарим с главным бандюганом сталкером. Так, у скитальца перед тобой небольшой должок и так далее. Мы решили ему отдать должок. И Боров нас предупреждает, что там есть барон. Барон хочет захватить свалку полностью. И в 2 часа ночи приблизительно он нападет большим отрядом бандитов на... На сталкерню. На свалке. И тем самым подожмет под себя всех сталкеров. Ну, такая, короче, терки у них какие-то. И Боров нам говорит, что нам нужно его ликвидировать, этого барона. И мы с вами переносимся на армейские склады. Идем к кости. Так. Чё, у собачки есть? У собачки ничего нету. Безхвостая, облезлая в сына. Так. Ну, давай вот этой хвостом возьмем. Слушай, братан, я нашел твой тайник. Всё, последний ПД найден. Так, отлично. Теперь у нас имеются все части. Но. Что значит но? Кот нашли, осталось идти в лабораторию. Ну, короче, он нас направляет в X10. Что мы там должны найти ещё один тайник. Ну, мы с вами обязательно как-нибудь туда сходим, но в следующих частях нашего с вами прохождения. А пока мы с вами перейдём на свалку, я думаю. Вначале мы ещё поговорим с Захаром. О том, что... Потому что пока мы говорили с Костей, к нам появилось, короче, дело срочное. Захар хочет, чтобы мы помогли истребить контролёров, которые находятся в забытом лесу. И они выдвигаются в сторону свалки как раз. И нам нужно расспросить сталкеров на свалку, видели ли они контролёров. Плюс мы здесь отдаём капитану Иванцову его плейбой. Да, они, мои красавицы. Ух, какие. Значит, так на Агром-проме у командира базы есть сейфи, в котором он держит самые уникальные вещи. Там и должен быть интерес. До встречи. Ну, типа, понятно. Так, так, чё я хотел? Вот, смотрите, как Иванцов побежал. Чувак, ты чё, пошёл это... Прям помчался вообще. Смотрите, как бежит. Наконец-то мы ему отдали журнал с его любимыми тёлками. Вот, старые извращения. Ладно, мы с вами припёрлись на свалку и говорим с кулинаром. И кулинар нас просит притащить руку контролёра. Ну и вот так вот. Заканчивается часть нашего с вами прохождения. А, это... Это... Сто тринадцатая часть нашего с вами прохождения подходит к концу. С вами был... Макс НАП. Увидимся с вами в сто четырнадцатой части. Уверен, нас ждёт ещё больше интересных квестов, сложных и так далее. И... Всего доброго, друзья!